Случайно купленные за границей две сувенирные ложечки стали не просто хобби, но и делом жизни. Сейчас в коллекции Татьяны Филоненко более 700 экземпляров. Именно последние 10 лет это стало уже целенаправленно, когда ложек стало много. И когда я поняла, что так много можно узнать о таком простом предмете, который мы каждый день пользуемся в быту, принимаем пищу с помощью ложки. И невозможно же представить свой быт без ложки. Начала в интернете, как всегда, искать историю. И это оказалось так интересно, так меня захватило, поэтому последние 10 лет все только о ложке. О ложках она знает буквально все. За всю жизнь не узнавала столько интересного, говорит Татьяна. У каждой ложечки своя история, своя легенда. Их привозят коллекционеру из разных уголков планеты. Казалось бы, обычный столовый предмет может рассказать о стране, культуре и истории очень многое. На Руси считалось, что чем больше в семье ложек, тем семья богаче и состоятельнее. Живите на красную ложку, желали друг другу родные и близкие, что означало пожелание долгой и безбедной жизни. Русские ложкари были искусными мастерами. Самая простая работа поручалась детям. Бить баклуши означало делать заготовки для ложек. Отсюда и пошло образное выражение. Столовые, детские, сувенирные, ложки-талисманы для ловли рыбы и приготовления разных видов блюд. В человеческий рост и длиной в несколько сантиметров для специй. Вот, допустим, такая вот тоненькая ложечка с длинной ручкой для кетчупа. Вот такая, допустим, не всегда устретит. Давайте я попробую угадать. Может быть, для макарон? Для пельменей? Для пельменей? Да. Чтобы выладывать и водичкой выливалась. Ну, вот это вот то, что вы называли, да, для спагетти. Для спагетти. Вот такая ложка. Для яйца, может быть, да? Да, для разделения, да, желтка от белка отделения, ложка-сепаратор называется. Ложки знаменитостей в подарок коллекционеру. Но поистине бесценная, обычная металлическая, с небольшой гравировкой военная ложка отца. Папу в 44-м году призвали в армию. Ему было 17 лет, и он молодым мальчишкой пошел служить. Это было окончание войны. И ему пришлось служить 7 лет. И, как он рассказывал, что это трофейная ложка. На ней не было никаких обозначений. Она довольно крупная по размеру, с глубоким черпаком, с нержавеющей стали. И когда я спросила, а почему там даты выбиты 1944-1927, он говорит, ну, это год моего рождения и год призыва в армию. Ложку бережно хранила семья Татьяны, пока она не заняла свое место в мини-музее. Необычная частная коллекция представлена в Звенигородском санатории Российской академии наук. Посмотреть на результат хобби, ставшего делом жизни, могут все желающие. Полина Бахова, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.